МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады приветствовать вас. Вы смотрите информационный выпуск программы события. В студии работает Виктория Бичурина к основным темам. 2020-й уже история, а мы начали отсчет дней нового 2021 года. По традиции, за несколько минут до его наступления белорусов с праздником поздравил президент. В последнее мгновение непростого 2020 года Александр Лукашенко обратился к соотечественникам спокойно и уверенно, пожелав всем мира, добра и благополучия. А еще наступивший 2021-й станет годом народного единства. И мы вместе начинаем писать новую главу нашей независимой Беларуси. Субтитры создавал DimaTorzok Шестое Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по подготовке этого форума, передает корреспондент Белта. Традиционно на Всебелорусском народном собрании будут подведены итоги пятилетки. Необходимо откровенно сказать о том, чего достигли, что не получилось и почему, считает президент. Кроме того, делегатам предстоит рассмотреть программу социально-экономического развития на 2021-2025 годы, оценить те механизмы, с помощью которых предлагается обеспечить экономический рост и сохранить модель социального государства в сложнейших внешних условиях. Глава государства напомнил, что в период подготовки к Всебелорусскому народному собранию в стране организован широкий общественный диалог. В регионах, трудовых коллективах, вузах обсуждаются основные направления развития страны. На местах работают общественные приемные, где каждый желающий может выразить свое мнение и внести предложения по этим вопросам. Время добрых дел и исполнения желаний. Акция «Наши дети» вот уже четверть века делает счастливее мальчишек и девчонок со всей страны. Каждый год в канун Нового года и Рождества руководители органов госуправления, местной власти, представители общественных объединений и бизнес-сферы посещают социальные приюты и приемные семьи, больницы и здравницы, чтобы подарить детям незабываемый праздник. С внучкой в гости к вам пришли, елку вашу мы нашли без труда, без проледления, чтобы поднять вам настроение. Всем удачи пожелать с вами, Новый год встречать! Акция «Наши дети» давно переросла в благотворительный марафон добра и стала неотъемлемой частью социальной политики государства. Видимо, в стране, где мир, семья, сострадание и милосердие всегда наполнялись глубоким смыслом и не могло быть иначе. Акция «Наши дети» уже 25 лет несет тепло и волшебство. В этот раз поздравления и подарки принимали особенные дети, которые приехали на оздоровление в реабилитационный центр «Лесная поляна». Душевно поздравил собравшихся директор здравницы Анатолий Хомбак. На праздник приехал председатель райсовета депутатов Сергей Куденчук. Забота о маленьких белорусах как раз и есть цель самой массовой в республике благотворительной акции. Новый год и Рождество – это особая пора. Это время, когда все люди ожидают сказки, чудес, хорошего настроения и, конечно же, подарков. В это время все собираются, близкие родственники вместе и дали друг другу хорошее настроение. Дед Мороз и Снегурочка – конкурсы и танцы, веселье и радость. На новогоднем празднике было все. Конечно, главными участниками представления стали дети, для которых Новый год связан со сказкой. Чтобы Дед Мороз в большом красном мешке нашел подарок по вкусу, каждый подготовил традиционное стихотворение. Он рисует на стекле пальмы, звезды, шарики. Говорят, ему сто лет, а шалит, как маленький. Тебе понравился сегодняшний праздник? Да. Что хотелось бы, чтобы Новый год принес? Радость. И пусть не всегда получается без подсказок прочитать стихотворение, без поддержки пройтись в хороводе. Дети со сложными диагнозами и историями искренне улыбаются, а их родителям часто и не нужно ничего больше. Мы, конечно, первый раз после всей больницы приехали сюда. Очень хорошо. Конечно, коллектив вообще вам не рассказать. Что бы хотелось, чтобы Новый год принес? Чтобы здоровье. Самое главное для детей, для всех, для всех людей наших. Мне очень понравился праздник. С Новым годом. Мне еще кукла понравилась, и еще дедушка Мороз понравился. Дед мой отец. Понравился. А играть понравилось? Да. А хороводы водить? Да. За годы акции подарки были разными, но всегда долгожданными. Кукла-конструктор или сундучок с конфетами. Обязательно, чтобы возле украшенной елки. И в кругу тех, кому ты по-настоящему дорог. Времена меняются, а заветные желания все те же. И в этом особая ценность акций «Наши дети». Затем праздник продолжился в клубе, где собрались отдыхающие дети из районов, пострадавших от взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. Коллектив центра приложил все усилия, чтобы ребята окунулись в атмосферу настоящего новогоднего чуда. В зале задор и оживление. Со сцены звучат добрые слова и сердечные пожелания. Сказку поверили все. Когда дети растут в добрых традициях, переступая порог во взрослую жизнь, чудо хочется устраивать уже для других. Именно так и работает марафон добра «Наши дети». В новогодние праздники по всей стране проходят различные благотворительные акции. Представители общественного объединения «Белая Русь» с подарками 30 декабря приехали в Войстомскую больницу сестринского ухода. Поздравления принимали одиноко проживающие пожилые люди. Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации поздравить пенсионеров отправились представители общественной организации без съемочной группы. В нашей стране традиционно эти праздничные дни проводят акции, когда мы стараемся дойти до каждого ребенка, поздравить его. Но в том числе в рамках этой акции мы стараемся поздравить всех наших пожилых людей, у которых судьба сложилась так, что может они остались одиноки. И вот как сегодня мы с вами находимся в больнице сестринского ухода в Агрегородке Войстом, сегодня общественная организация «Белая Русь» приехала поздравить постояльцев этого заведения, поздравить их с новым уходом, пожелать здоровья, ну и вручить небольшие сладкие подарки. 7 января весь православный мир будет отмечать один из главнейших праздников – Рождество Христово. Согласно библейскому преданию о рождении Спасителя, людей оповестила Вифлеемская звезда, которая засияла в небе. Согласно библейскому преданию о рождении Спасителя, людей оповестила Вифлеемская звезда, которая засияла в небе. Больше двух тысяч лет уже прошло с того времени, когда Господь родился в Яслях, в Вифлееме. И этим своим рождением дал надежду рождение каждому из нас в вере во Всевышнего Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. И, конечно же, в преддверии этого великого праздника каждый из нас живет в надежде того, что этот год, который наступает, он в какой-то мере будет лучше для нашей жизни, как земной, так и хотелось бы, чтобы это было и для духовной нашей жизни. Чтобы мы поцерковлялись, чтобы мы духовно просвещались, чтобы мы росли в вере православной. Двери храма и ясли рожденного Богомладенца всегда открыты для каждого из нас. Поэтому хотелось бы, чтобы мы, каждый, устремляли свой взор к Богу и ко спасению своей души. Всех вас, дорогие мои, хотелось бы поздравить, пожелать вам крепости сил духовных, телесных, чтобы Господь, Пресвятая Богородица и все святые угодники Божии укрепляли нас, миловали и спасали. Богослужения в течение этих праздничных дней будут совершаться в следующем порядке. 6 января в 7 часов утра начало Рождественского Сочельника. Это богослужение начинается с чтения царских часов, вечерния и Божественной Литургии. После Божественной Литургии будет совершаться освящение Кутии. Вечером 6 числа в 9 часов вечера начало праздничного рождественского богослужения, которое начнется с Великого Повечерия, утренней, и кульминацией всего у нас в Церкви является эта Божественная Литургия. 7 числа в сам праздник в 9 часов утра также будет совершаться праздничная Божественная Литургия. В 17.00 вечерняя с Великим Прокимном. 8 января Божественная Литургия начнется в 9.30, и эту Литургию возглавит наш правящий архиерей Владыка Порфирий. В 2 часа дня, 8 числа, хотелось бы именно заострить внимание, будет совершаться у нас праздничное концертное представление Воскресной Школы для взрослых и детей. Хотелось бы сугубо всех пригласить также на эту встречу с рожденным Богомладенцем, которого будут прославлять наши ученики Воскресной Школы. Вечером в 17.00 8 числа будет совершаться молебен с акафистом празднику Рождества Христова. Такое количество новогодних персонажей можно увидеть только раз в году. Уже ставший традиционным и полюбившийся сморгонцами и гостями города шоу-конкурс «Новогодний экспресс» отгремел 27 декабря. На театрализованном представлении побывала и наша съемочная группа. По главной улице Сморгони в сопровождении оркестра разноцветным веселым караваном прошествовали Деды Морозы, Снегурочки, различные новогодние и сказочные персонажи. Такое театрализованное шествие стало традиционным в канун Нового года. Не отказались от праздничного зрелища и сморгонцы, которые радостно встречали вестников 2021 года. К богатству дома всем прибудет и весомо. Год быка, здоровью в теле и к успеху в каждом деле. Я защитник и опора, все налажу очень скоро. На центральной площади развернулась яркая праздничная программа, в которой участвовали около сотни новогодних и сказочных персонажей, работники предприятий, организаций культурных и образовательных учреждений города. На протяжении нескольких часов сказочный десант развлекал честной народ. Площадь пестрела от разнообразия костюмов и счастливых лиц сморгонцев. В будущем году, конечно, желаю всем счастья, огромного здоровья, чтобы не было никаких проблем ни с какими вирусами, чтобы только радость и доброта окружала нас и поселялась в наших сердцах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Желаю здоровья, чтобы год был насыщенный, на интересные события и хороших верных друзей. В этом году главные новогодние персонажи на представление приехали на пестро украшенном транспорте, оригинальность дизайна которого, кстати, оценивалась жюри. Дипломами были награждены Ксуп Синьки, средняя школа номер 3, Сморгонский агрегатный завод и ЖРС Сморгонского района. Победителем в номинации стал автошедевр от РУБЖКХ. Делали очень быстро, качественно и большим коллективом. Старались. Хотелось пожелать, чтобы следующий год был лучше этого. И всем здоровья, всего хорошего, счастья. Были отмечены и победители районного конкурса на лучшее украшение объектов города и района. Лидерами номинаций стали Сморгонские молочные продукты, Сморгоньгаз, гимназия города, здравница, лесная поляна, магазин ГУМ. Также наградили и жителей частного сектора, дома которых привлекают внимание своим пышным новогодним убранством. Атмосфера общего веселья в этот день витала далеко за пределами центральной площади. Конкурс «Новогодний экспресс» успел полюбиться жителям Сморгонии. Конкурс просто замечательный. А пожелать хочется всем, чтобы все принимали участие в нем, потому что это неописуемый восторг. Куча положительных, приятных эмоций для всего коллектива, для всех людей. Новый год – это праздник радости, добра, волшебства. Дарите его себе, друзьям, родным, близким и любимым. Всего вам хорошего. Вам желаю я здоровья, дружбы, счастьем и любовью, исполнения желаний и волшебных дарований. Новогоднему празднику у главной районной елки не повезло разве что с погодой. Моросящий дождь – это отнюдь не по-зимнему. Но даже без пушистых сугробов и морозной погоды здесь могли найти повод для радости и веселья. Как встречали с моргонцей первые часы наступившего 2021 года в нашем видеообзоре. Поздравляем всех вас наступившим 2021 годом! Моргон БК «УС» поможет вам взять удачу за рога! Как настроение? Отлично! Что бы хотелось пожелать моргонцам в эту новогоднюю ночь? Не скучать и не болеть! Как отмечаете? Отлично! Как настроение? Хорошее! Как отмечали? Нормально, дома, в семье. Что бы хотелось пожелать? Здоровья! Самое главное – здоровья всем! Как настроение? Нормальное настроение, правда. С кем пришли? С кем пришли? Я с сыном пришел, с женой и с маленьким ребенком, но они там дальше, ну, чтобы сюда не идти. А мы... Что бы хотелось пожелать? Пожелать всем моргонцам, желаю всем здоровья, счастья, любви, семейного благополучия. Что бы хотелось пожелать? Пожелать, самое главное, наверное, здоровья пожелать в этом наступающем году. Ну, счастья и немножко-немножко чуть-чуть денежков. Как настроение? Прекрасное! Как отвечаете? Обалденно! С кем пришли? С друзьями. Что бы хотелось пожелать? Хотелось бы пожелать здоровья. Главное, чтобы быстрее прошел этот коронавирус и в стране было все прекрасно, мирно, дружно. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Погодные условия в ближайшие дни значительно изменятся. Зима вступит в свои права. В среду 6 января под влиянием фронтального раздела в ночные часы обойдется без осадков. Температура воздуха составит минус один, минус три. Днем временами снег, мокрый снег – ноль, минус два. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, умеренный. В четверг 7 января вновь оттепель. Ночью – ноль, минус один. Днем от ноля до одного градуса тепла. Временами пройдут небольшие осадки, более интенсивные – в утренние и вечерние часы. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. В пятницу 8 января территория Сморгонского района попадет под влияние активного южного циклона с центром над северо-востоком Украины. В связи с этим погодные условия ухудшатся. В течение суток ожидается продолжительный снег, мокрый снег. Налипание мокрого снега на линии электропередач. На дорогах гололедица и снежный накат. Температурный фон в течение суток составит от 0 до минус 2. Ветер северный слабый. В выходные дни в тыловой части уходящего на восток циклона температурный фон начнет понижаться до 2-8 градусов мороза. Временами пройдет снег. Это были все темы на сегодня. Мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. До встречи 12 января. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин